Всем привет, дорогие мои друзья, снова с вами я, принц Юриэль, и рад приветствовать тех, кому не безотличная дальнейшая судьба и развитие дела Влада Бахова. Итак, появились новые факты в деле Влада Бахова. Бывшая уроженка Демидова, села, где живёт Дербанова с отцом, сообщила мне на днях полезную информацию, которая, может быть, на первый взгляд и представляется нелепой, но если вдуматься, она проливает свет на многое, что связано с загадочной гибелью Влада Бахова. А именно то, что неизвестный ей пользователь под ником лейбл Неизвестный, который мне вконтакте ранее присылал скрин, оскорбляющий маму Влада Бахова. Этот видеоролик вы можете посмотреть здесь. По всей видимости, он состоит в группе Влад Баха в поисках истины. Моя доверительница смогла втереться в доверие к участникам этой группы, чтобы раздобыть информацию про судьбу Влада Бахова у вышеуказанного мною индивида, являющегося связным группы Влад Баха в поисках истины. Он переслал моей доверительнице скриншоты, в которых имеется довольно шокирующая и, я бы даже сказал, гнусная переписка, по всей видимости, Даши Дербановой. Она же, как известно, я думаю, многим вконтакте подписана, как Даша Данилова и Алина Мироновой, участницы того самого чудовищного пикника. Вот, посмотрите эти скрины. Ну привет, зацени наше художество. Мы тогда хорошо поработали, Маришка здорово его обрисовала, а тянулись, как говорится, по полной. Вот только жалко, что мы на нем больше ничего не нарисуем. Ну и п***й, может в будущем удастся с кем-нибудь провернуть. Такой хороший мальчик был. Алинчик, размести на нашем паблике в поляне. Только дату убери, плиз. От фотошоп-шоп никто ни о чем не подумал. Тише. Да шот хорошо, ты тоже будь с этим аккуратнее. Пускай эти все ган***ны ямы будут дальше сопли свои пускать, может затихнут. Им все равно нехуй делать. Они так и будут оплакивать нашего кукольденка. Если внимательно прочитать их диалоги, то можно обнаружить, что очень много намеков на то, что речь идет именно о Владе Бахове. Точнее о его руке, которая царапает некая девушка. Если вглядеться в дату, то можно увидеть, читая справа налево. 10.04.2019, значит 10 апреля 2019 года, спустя 4 дня после исчезновения Владика. Также невооруженным глазом можно увидеть, что рука Влада имеет серо-зеленые оттенки, очевидно имеющие признаки разложения. При этом видно девичью руку, царапающую до свернувшейся крови руку Влада. В диалоге с Алиной Дербанова упоминает некую Маришу. Если вдуматься, то можно предположить, что к этому имеет отношение Марина Кобюк. Также Дербанова просит Алину выставить эту фотографию в группу, посвященную Офникам Поляна, которая пропагандирует насилие и на которую, как вы помните, я ранее писал заявление в Роскомнадзор и прокуратуру. Пролистав историю в ленте событий, я обнаружил ту самую фотографию, выложенную анонимным пользователем 26 сентября. Можно обратить внимание, что дата, имевшая место быть в правом нижнем углу, исчезла. То есть фото было тщательно отредактировано. Отсюда можно сделать вывод, что участницы пикника Миронова, Дербанова, Кобюк, не только свидетельницы страшного преступления, которое случилось на Поляне, и участницы немфетки, заманившие Влада в это адское логово, но и фигуранты по статье 244 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно надругательство над телом умершего, а также последующее сокрытие улик. Если всё это правда, то почему ими до сих пор не занялись правоохранительные органы? Внимание! Это должно быть серьёзным поводом для того, чтобы задержать этих так называемых лесных принцесс, чтобы они раскололись и рассказали обо всех обстоятельствах, связанных с гибелью Влада Бахова, личных подвигов, которыми они так хвастаются в соцсетях, не боясь при этом ничего. Не случайно, дорогие друзья, я подал заявление на то сообщество под названием «Поляна». Пускай им и всем их прихвостнем всерьёз занимается Следственный комитет. Особая благодарность Виктории, что побыла шпионом и смогла раздобыть такую страшную информацию. Это очередной раз подтверждает, что пора действовать. Хватит молчать, хватит допускать гибель молодых ребят и вообще подобный ужас. Эту информацию, внимание, нужно максимально распространить. Дорогие друзья, подписывайтесь, пишите комментарии. Благодаря этому видеоролик будут видеть сотни тысяч человек. Также поддержите, кто сможет донатами. Они пойдут на развитие моего канала, чтобы мы смогли с большей вероятностью добиться правды и справедливости. Реквизиты ниже в описании под этим видеороликом. С вами был я, Принц Ириэль. Вместе мы сила. До скорого, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok